Теперь о теме, которая, увы, может коснуться любого и в любой момент. Для реабилитации пациентов после инсульта и других заболеваний в 7-й больнице Архангельска открылась эргокомната. Это будет специальная палата, где людям помогут адаптироваться к жизни, как увидел Александр Богданович. Это место, где жизнь начинается заново. Современная эргокомната, двери которой обязательно должны открыть пациенты, перенесшие инсульт. Это будет еще одна обучаться, где они будут здесь обучаться тому, как они могут адаптировать, быть под свои новые измененные условия, под свои ограничения. Например, даже просто человек с травмой руки, ключевого сустава, при использовании такого вспомогательного аппарата, у кого не поднимается рука, может с верхней полки достать какой-то предмет, да, или поднять, например, с полу, павший предмет. Условия для реабилитации даже для лежачих пациентов. Механические рычаги на кровати помогают поставить столик, приподняться и поесть. И это, говорят врачи, прорыв в методиках лечения. Только, наверное, по нашему округу. У нас в настоящее время буквально 18 человек, пациентов, которые получают лекарственную терапию по острому нарушению мозгового кровообращения, кто занесен в регистр сердечно-сосудистых заболеваний, которым вот сейчас вновь требуется, как бы такая поддержка. РГ-комната появилась благодаря усилиям сотрудников больницы и инициативной группы «Сэнергия». На спонсорские 800 тысяч рублей удалось отремонтировать помещение и закупить все оборудование. У нас собралась группа инициативная, скажем так, и мы решили сделать какой-то благотворительный проект для города, для жителей. И вот родилась идея вместе с 7-й городской больницей, чтобы сделать вот такую РГ-комнату для реабилитации и обучению родственников, пациентов с тяжелыми болезнями после инсульта, инфаркта и так далее. Во всем мире эрготерапия стала важной частью реабилитации, при том, что инсульт в России на втором месте после инфаркта миокарда. А последствиями как раз становятся нарушения двигательных и речевых функций. Я думаю, что это послужит таким первым шагом для того, чтобы в полной мере наладить реабилитацию пациентов в Архангельской области после инфаркта. Она и была ранее организована, но в целом вот подобного опыта, подобной комнаты нигде не было еще сделано ранее. Первых пациентов РГ-комната увидит уже в начале следующего года. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Регион 29.